Народное славянское радио Народное славянское радио Народное славянское радио Народное славянское радио Иногда мы видим, что ребенок боится, а иногда нам кажется, что ребенок боится. И вот вопрос адекватности нашего восприятия – это тоже такой интересный вопрос. Сталкивался… Да, во-первых, я хотел бы сказать, что с детьми разного возраста, соответственно, по-разному надо поступать. Да, это понятно. Вот если мы работаем сейчас со школьниками, может быть, я немножечко коснусь, точнее, большее ударение сделаю именно на школьниках. Лады? Удобно будет так? Да, конечно, давай. Хорошо. Ну вот, ребенок, когда приходит в школу, ну, если он не приучен входить в какие-то новые коллективы, то испытывает такую зону, скажем так, он попадает в зону некомфортности. И там получается… Иногда все хорошо получается, иногда не очень хорошо. Сейчас скажу. Я что-то немножко волнуюсь сегодня. Наверное, я тоже испытываю какой-то страх. А как я испытывал страхи в детстве? Я же как-то темой-то начал заниматься из-за того, что в детстве боялся всего и вообще всего. И темноты, и высоты, и причем и в школьном возрасте, наверное, и до школьного возраста. Иногда я подходил к маме и говорил, мам, а вот там что-то в темноте, ну, что-то я вижу. Как вы думаете, что говорила мне мама? Ну, мама говорила, что там ничего нет. Может, там и ничего и не было. Я вот сейчас не могу вам сказать со всей определенностью. Но все-таки, если ваш ребенок чего-то боится, с ним как минимум, на мой взгляд, лучше поговорить. Задать ему вопросы и приласкать. Когда мы говорим о страхе, важно понимать вообще, что такое страх. И как он проявляется. Вот если мы вспомним любую ситуацию, которая пугает нас, даже не сейчас не о детях, а вот о нас. Вспомните, когда вы что-то боялись. Что происходило в вашем теле? Как вы ощущали себя? Выпрямлялась ли ваша спинка при этом или сжималась? Дрожали ли вы? Или наоборот, бледнели, краснели? Ну, какие реакции были в теле? И что происходило с вашими мыслями в этот момент? Вот, как правило, когда мы боимся, в нашей голове табун лошадей, которые скачут в разные стороны. И в эти моменты крайне сложно с собой управлять. Мне кажется, важно своих детей научить управлять своей головой. Вот тут у меня ползают юные очки. Так, ну ладно, покажись. Да, да, да. Это моя дочь. Алексей, наверное, видит, слушать или нет. Но она сейчас управляет своими страхами через маску Симбы, да, Льва. Ну, в Ютубе это видно все. В Ютубе это видно? Отлично. Ну, вот вы увидели, как это, кстати, один из способов управлять своими страхами, одевая какие-то костюмы. И, кстати, интересно, что вот дети дошкольного возраста, к коему относится моя дочь, они очень легко переключаются на любую игру. Если вы с ними начинаете играть в страшилки, и в страшилках они побеждают, то это закрепляется. Если в страшилках они пугаются, и это вот как бы не очень хорошо. Хорошо. Если ребенок видит какого-то победителя, но в данном случае вот она видит короля Льва, и она гордится, что такой вот товарищ четвероногий есть. Она очень любит в него играть, и мы когда-то устраиваем вот такие игры, там, сак по гримам. Почему нет? Игра это святое, на мой взгляд. Так, вернусь по поводу страха. Так, значит, у нас что-то происходит в мыслях, что-то происходит в теле. И когда у нас что-то происходит в мыслях, как правило, мысли ускакивают, и, что называется, душа в пятке. Слышали такое выражение, да? Здесь, как вариант, можно просто поговорить своей душой, поговорить с собой, что ли. Обратиться к ней, душа моя, ты здесь? Ну, и за нее ответить, пока она там в пятках бегает, да, я здесь. Ну, просто поговорить, просто поговорить. Это как с собой мы говорим. И, кстати, также можно обучить детишек разговаривать со своими страхами. Вот сейчас детей чему только не учат. Каратэ, кулачные бои, пианино, плавание. Я сейчас вспоминаю, какие мои клиенты ходят, или даже один клиент из детишек ходит на разные секции. Но вот научить дитё слушать своё тело, почему-то не все родители к этому подходят так как-то здраво. На мой взгляд, это важно. Вот, 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 вот. А почему? Что делать или не делать? Ну, вот я ещё, знаете, что хотел сказать по поводу не делать? Из моего опыта страх детей очень сильно зависит от страха и от смелости родителей. Если вы работаете со своими страхами, если вы накачали себе смелость, энергии и вот адекватно относитесь к миру, вероятность того, что у ваших детей будут страхи, ну, не очень высока. И обратная, кстати, ситуация. Если вы боитесь внутри, хотя можете, там, надевать какие-то костюмы, одёжки, то вот на детях это отыгрывается. То есть, один из способов работы со страхами деток – это приведение себя в состояние гармонии и лада с окружающим миром. Наверное, вот это. Способы могут быть различные, работы со страхом. Мне очень близок способ – клин клином вышибают. И когда мы там проводим тренинги по уверенности, по смелости, ну, если человек делает что-то, что не делал никогда до этого, ну, не суть, там, кипящий свинец в руки окунуть или там по стёгам погулять, при нужном настрое человек освобождается от зажимов, от страха. Кстати, вот я проговорил зажим. Страх обычно в теле отражается, как какой-то мышечный блок. И вот эти мышечные блоки довольно сильно отнимают у нас энергию. Вот поэтому, на мой взгляд, если вы хотите детям обеспечить какие-то дополнительные возможности, вот со страхами лучше бороться. Даже не бороться, а работать. Работать. Слово «работать» мне в данном контексте больше нравится. Ну, вот так. Понятненько. В общем, подведя резюме к предварительным твоим высказываниям, можно сделать следующий вывод. Что ты начал этим заниматься, потому что тебя эта проблема лично волновала. И ты хотел разобраться, что же это за ерундовина такая, которая тебя так сильно волнует. И как сделать так, чтобы твоим детям эта ерундовина не мешала. И вот таким образом люди становятся психологами, различными тренерами, психологами, писателями многие становятся. Потому что вот именно через это можно что-то из себя излить, в чём-то разобраться. И когда ты что-то пишешь или что-то говоришь открыто, то в этом случае у тебя всё раскрывается. И ты высказываешь то, что где-то было там на уровне подсознания, где-то там на уровне клеточной памяти какого-то страха. И ты вдруг допетриваешь, ёлы-палы, так вот же оно, вот как оно всё оказывается, просто-то. Ну и становишься каким-нибудь хорошим инструктором. Вот я так предполагаю, что это как раз твой путь, который ты прошёл. Да, да, это мой путь. То есть мои детские страхи привели меня к большому количеству болезней. И, ну, большому количеству болезней, я сейчас не буду углубляться в эту тему. Надо было как-то выживать, надо было, и я хотел не просто выживать, а как-то жить более наполненно, насыщенно. И вот я начал заниматься какими-то практиками. А в итоге, да, сейчас я порядка 10 лет веду разные программы, тренинги, в частности, по уверенности, по смелости. Сейчас вышла книга «Как выжить с ведьмой», это вот как раз про счастье, и блог там про страхи тоже есть. И как раз, да, я считаю, что человек, когда просто занимается психологией, ну, вот, сходя в институт, это одно дело, наверное. А вот я это просто прожил через себя. И какие-то пути, дорожки натоптанные я узнал, и по нему многие... Детишки сейчас начали ходить, и это интересно получается. Мне радостно это видеть. Хорошо. Ну, теперь, наверное, можно уже разобраться, так что же всё-таки делать, в каких случаях делать. Вот потому что так коснулся, прошёлся рядышком, можно делать, можно не делать. Но вот теперь надо разобраться, когда же стоит взрослому вмешиваться в страхи, когда стоит взрослому убирать, если убирать, то как. Или всё-таки дать ребёнку возможность переболеть этим страхом, своим примером, просто показать, что ничего страшного здесь нет. Давай коснёмся этого. Хорошо. На мой взгляд, чаще надо детишек обнимать и с ними разговаривать. Если мы обнимаем своё дорогое чадо и чувствуем, что это чадо напряжено, когда я говорю о напряженном, я говорю о мышцах таких дубовых, особенно в области плечи, шеи, и, кстати, челюсти, вероятно, что надо что-то сделать. Это возникает как из-за страхов, так и из-за неправильной посадки. Но всё равно надо и то, и то править, потому что потери энергии здесь довольно высоки. Время от времени, ну не буду говорить каждый день, чтобы родители, если всё время детям уделять, это, наверное, тоже неправильно, надо с собой когда-то заниматься. Всё-таки время от времени надо смотреть на реакцию детишек своих, ну на какие-то простые вещи, как на громкие, допустим, звуки, на громкие звуки, на громкие звуки, на неожиданные звуки. То есть если ребёнок внутри чувствует уверенность, спокойствие, какую-то размеренность, то вероятность того, что рядом упадёт что-то и громыхнёт, или там гром, или что-то ещё, ну ничего, ну что-то произошло, ну вот это есть и есть. И ребёнок как-то телом не покажет вам, что что-то как-то не так. А вот если у ребёнка какая-то неуверенность в себе, о страхе, то вероятность будет, вероятность довольно высока, то что детёныш вздрогнет, или как-то вот телом покажет, что вот он на это реагирует. И, кстати, это один из показателей таких вот, реакция вашего дитёй и ваша реакция на что-то новое. То есть происходит что-то новое. А вы этому улыбаетесь и говорите здравие, или говорите чур меня чур. Вот, наверное, вот я бы на это в первую очередь обратил внимание. Хорошо. А на второе? Вторую очередь? Вторую очередь? Ну если говорить о школьном возрасте, наверное, стоит обращать внимание на дневник вашего ребёнка, и, как правило, оценки связаны, по крайней мере, могут связаны быть в том, насколько фокус внимания вашего ребёнка в учебном процессе. То есть если ребёнка там в школе какой-нибудь хулиган или что-то появился, и просто отвлекает его от процесса, ну, наверное, будет успеваемость падать. У меня, кстати, такое было, и это было не очень приятно. Потом смотрите, если маленький ребёнок, важно, наверное, смотреть, ну, как он играет с другими детьми вообще, насколько открыт, насколько делится игрушками, и какие-то взмахи детишек определяют, ну, как вот реагируют, просто так реагируют. Я думаю, что в любом случае, увидели ли вы страхи сейчас, в данный конкретный момент, или не увидели, важно помочь ребёнку справляться вообще с трудностями, ну, смелость его повысить фактически. Тогда страхи, которые могут возникнуть после вашего текущего состояния, будут пройдены ребёнком или молодым человеком в будущем гораздо более весело и радостно. Хорошо, скажи, пожалуйста, а ты вот писал книгу наподобие «Как вы же с ведьмой» про страхи, или так это всё у тебя курсами определяется и в книгу не изложено? В книгу я как минимум ввёл один случай, который произошёл с моей дочкой и её подружкой, как мы, как преодолев страхи, эта девочка, Сонечка, ну, там, простой случай, это буквально минутный рассказ, дети играли в Сталинке на антресоле, там дедушка им сделал домик, и настало время слазить с этой антресоли. Моя дочь, тренированная многократными упражнениями, слезла, а слезть-то, в общем-то, довольно просто, нужно сесть на край антресоли, перед тобой турник, правда, это на высоте где-то 2,5-3 метра, и нужно всего лишь на этой высоте протянуть руки вперёд, ну, и сантиметров 10, как бы в воздухе, ну, просто шагнуть, в принципе, в это, не то, что неизвестность, но высоко. Для, ну, я не помню точно, сколько им лет было, ну, в районе 10 где-то, для 10-летнего ребёнка на такой высоте довольно сложно. И вот моя дочка слезла, а с Соней мы разговаривали порядка двух часов, она два часа делала попытки различные слезть. Сначала она попросила слезть, в смысле, чтобы я её снял, говорит, я боюсь и всё такое. И вот мы начали с ней разговаривать. Два часа она пыталась слезть, но вот реально, когда мы преодолели этот страх, ребёнок раскрылся и совершенно по-другому пошёл вперёд. То есть она научилась, вот как ни странно, с эти два часа она научилась не отступать от своего страха, айти навстречу ему. А когда меняешь своё поведение на такое, большая часть страхов, они просто растворяются. Ну, большая часть страхов надуманных. Хотя воображение у некоторых может быть настолько богато, что эти надуманные будут влиять почище, чем то, что есть на самом деле. Даже нельзя сказать, что есть или нет этих страхов. Так вот, эта девочка изменилась после вот одного всего лишь упражнения. И я тогда понял, как это важно, ну, это было, наверное, лет 8 лет, ну, в общем, довольно давно назад, как это важно всё-таки детишкам помогать в какие-то моменты. Не как те, которые мамаши бегают, как на сетке, а просто вот видите, что вот ребёнку сейчас чуть-чуть надо помочь, надо это сделать просто, ну, на мой взгляд. Мне кажется, это имеет место быть вот такие детские. Такие у тебя эти тренажёры, не детские, скажем так. По бразильской системе, то, что называется. А, не детские, не детские, совершенно не детские тренажёры. Мы вот тренинг на стёклах, когда делаем тренинг уверенности, но обычные битые стёкла. И когда мы в первый раз провели деток, там, 8-летних на этих стёклах, наши партнёры в Нижнем Новгороде не верили, что это вообще возможно. Когда вот они понаблюдали, как дети на это реагируют. То есть, кстати, знаете, вот интересный момент. Мы часто с детьми ведём себя, как будто они вот, хотел сказать, как будто они дети, но как будто они вот совсем малыши. А дети в возрасте там 7-8-10 лет, они вполне адекватные. Они и раньше, конечно, вполне адекватные, но в этом возрасте уже можно со страхами работать по-серьёзному. То есть, вот проходя серьёзные мужские или серьёзные взрослые, скажем так, испытания, дети вот реально, знаете, они сразу насветиться начинают. То есть, вот они улыбаются, у них гордость появляется, что они справились с этим. И потом какие-то детские страхи, для них это вообще легко. Поэтому применяйте не детские тренажёры, но обязательно с гарантией 100% безопасности. Потому что детей, ну я не знаю, как вы, я детей люблю, и мне хочется, чтобы они были живы-здоровы. Ну да, вы не любите кошек? О, да вы просто не умеете их готовить. Ты знаешь, так как мне вспоминается, присказка такая из моего детства. Третий этаж, низкие подоконники, двухметровый горшок, железные игрушки. Ну да, 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 любит он детей. Понятно, хитро улыбаешься сидишь, любитель детей. Издевался над ребятами. Так в общем, получилось, что вот эти все твои двухчасовые беседы с маленькой девочкой тогда, они изменили её жизнь, она сейчас по-другому себя ощущает. Она перестала бояться, стала какой-то успешной женщиной. А вы знаете, я тогда с ней особо-то не беседовал, она мне попросила слезть. Я говорю, ну это, ты понимаешь, что ты, если ты слезешь, ты просто пойдёшь навстречу своему страху. Она говорит, да, я понимаю, но я боюсь. Я говорю, ну вот давай просто посмотрим в будущее. Вот ты пришла сегодня домой вечером, увидела и вспомнила сегодняшний день. И увидела как-то вот, как я тебя снял, как ты испугалась, как ты пошла навстречу страху. И поймай свои ощущения, как ты себя чувствуешь. А я теперь поймаю свои ощущения, вот ты всё-таки справилась, и вот как ты пришла домой. Вот всё-таки, как тебе нравится в роли победителя или в роли человека, который не справился со страхом. Она девочка умная, она говорит, ну я хочу, чтобы я победила свой страх. Я говорю, ну давай, работай. Ей показал упражнение, как успокаивать себя, то есть чтобы мы поработали с мыслями, чтобы мы поработали с телом. И она мне сказала там минут через 10, я готова. Ну и потом она сказала ещё раз, что она готова ещё раз. И вот так вот в течение двух часов она мне говорила, я готова. Через два часа я уже сделал вид, что я очень разозлён. И если она сейчас не слезет, я вообще её сниму и всё такое. Ну и вот она слезла. И в итоге первый сигнал, что это прошло очень хорошо, я получил в тот же вечер. Мне, по-моему, её бабушка позвонила. Сказала, что они Соню никогда такой не видели в таком состоянии победителя. Ну в каком-то вот приподнятом. А потом... Сейчас я отвечу. Лена, я сейчас по радио, можно я перезвоню тогда? Хорошо. И потом мне перезвонила её мама, сейчас телефон отключу, где-то уже через полгода. И она рассказала, что Соня после того случая изменилась, и она стала идти вперёд там, где откладывала всё время. А это очень важно, выработать шаг, выработать такое поведение, когда ты боишься и делаешь. Это вот тогда гораздо больше дверей открываются, и гораздо более гармоничные отношения с миром можно построить, на мой взгляд. Как-то так. Ты знаешь, вот ты рассказываешь, что это интересно, здорово, как дети преодолевают свой страх, но ведь понятно, что без взрослого преодолеть его практически не получается или очень-очень сложно. Ребёнок не понимает некоторых взаимосвязей в этой жизни, не понимает, что происходит, и поэтому он погружается всё больше и больше в страх. Да, и ребёнок, если находится рядом со взрослым, не кудахщащей курицей, которая всего сама боится, как ты правильно сказал, носится вокруг этого ребёнка, а ха-ха-ха, тем самым ухудшает ситуацию и какого-то неврастенника воспитывает. А если ребёнок находится рядом со взрослым понимающим человеком, который хочет, чтобы ребёнок вырос взрослого человека, мальчика вырос в мужчину, девочка в женщину серьёзную, которая понимала бы, что происходит, то в этом случае он, наоборот, ведёт себя подобающим образом, не нарушая закономерности развития человеческой психики. Вот тут, наверное, надо поговорить нам о том, а как сделать так родителям и вообще взрослым людям, чтобы они правильно вмешивались в ситуацию? Как вести себя с ребёнком, который начинает бояться, чтобы превратиться в курицу бегающую или стукнуть по столу, или, может быть, погладить, или, может быть, что-то сказать? Как себя взрослому вести? Ну, по поводу, как вести себя взрослому с маленькими детьми, мне нравится подход Никитина, которые говорили, что взрослому нужно встревать в помощь ребёнку, точнее, даже в помощь по безопасности ребёнку, но в крайне критичных случаях, когда там ребёнок из окна выпадает, причём высокого этажа, есть вещи, которые, большую часть вещей, ну, которые вот детёныш может попробовать в доме, я не знаю, там, острые ножи, розетки, они, конечно, потенциально опасны, и всё же очень сильно надо постараться, чтобы вот прям критическую рану нанести. При этом, если вот ребёнок, допустим, взял вилку поиграться, а мамаша в этот момент сжалась, ну, ребёнок может почувствовать страх и почувствовать какую-то зажатость, и потом к вилке или к ножу относиться как-то очень своеобразно. На мой взгляд, детишкам, вот когда они растут, надо как можно больше опыта обеспечить, вот как-то вот и с троганием предметов, и с нахождением в различных ситуациях. Вот как-то надо так себе вести, то есть в крайних случаях вот подходить и спасать. А если, да, кстати, вот что ещё встречал, допустим, берёт ребёнок нож, и мама там острый нож берёт, мама выхватывает этот нож, не бери этот нож, ни в коем случае, и всё. То есть, а почему не бери? Ребёнка совершенно это не срабатывает. А вот этот нож бери, а вот тот нож не бери, это или как вот это? Если вы чего-то ребёнку запрещаете, старайтесь, ну, на мой взгляд, нужно объяснить, а что ты запрещаешь-то вообще, и зачем, главное, самому понимать? Вот, наверное, так. Я ответил на твой вопрос, Алексей? Ну, ты как-то так больше запутал, потому что надо тогда родителя к тебе направлять, чтобы ты сначала его от страхов избавил, чтобы ты ему всё рассказал, и только после этого родитель брался уже за ребёнка. А так ты говоришь, вот да, да, хорошо. А как хорошо это сделать? Родители-то многие не понимают, они же сами родом, это с детства. И у них, что, думаешь, таких страхов, как у тебя, что ли, не было? Так и многие живут своими страхами. Здесь надо помочь разобраться родителям. Друзья мои, вот в такой ситуации лучше себя вести вот так. В такой ситуации лучше себя вести вот так. А вот в остальных ситуациях вообще не делайте вот это, просто расслабьтесь и получите удовольствие. К примеру. И будет вам счастье. На мой взгляд, в большей части ситуации нужно расслабиться и получать удовольствие. Потому что если вы боитесь за своих детишек, страхи имеют свойство материализоваться. Я, наверное, на всю жизнь запомнил, как я, когда моей старшей дочери было около 6 лет, прочитал или услышал по поводу компрессионного перелома позвоночника. У нас даже, я сначала прочитал, потом услышал, что какой-то знакомый, со знакомым это случилось. И для меня словочитание компрессионного перелома позвоночника было безумно страшным. Я сначала не забрал, что это такое. И я настолько испугался, что в течение где-то... Ну, нескольких дней, максимум недели, моя старшая дочка падает и получает компрессионку. Вот так. То есть, я до сих пор уверен, что если бы я тогда скорректировал свой страх, ребенок не получил бы эту штуку, которая позволила нам пролежать в больнице месяц, и потом полгода еще восстанавливаться. А как себя контролировать? Ну вот, у нас же самые разные слушатели нас в данный момент слушают. Есть разные методы повышения храбрости, что ли. На Руси у нас были, и, надеюсь, сейчас есть, богатыри. И вот смотришь на человека, на портреты Львы Мурумца, и видишь, что вот у него минимальное количество страхов. Или там вот сейчас любая, точнее, не любая, не любое слово, любая. Но вот большая часть техник, которые позволяют научиться бороться, научиться достигать чего-то, да, они помогают со страхом-то работать. И, на мой взгляд, и взрослым тоже важно такие вещи делать. Просто говорить, что я люблю эту страну, или что я люблю русские обычаи, это, конечно, здорово. Но если ты говоришь, что ты любишь, а у самого страх, и у тебя просто энергии из-за этого нет, ну, кажется, здесь что-то неправильное. В общем, надо самому перестать бояться. Перестать бояться? Перестать бояться, перестать бояться. В общем, да, перестать бояться. Но я бы акцент сменил. Надо самому учиться быть смелым. Надо самому учиться идти в сторону, где страшно. Надо самому говорить себе, я молодец и сделал всё правильно. Я боялся и сделал это. Вот молодец же я. Надо хвалить себя чаще. Меня поражает наше состояние нашей страны по уровню счастья, даже каким-то международным метриком на 70 в каком-то, не помню, сейчас пятом что ли месте. Надо повышать свой уровень счастья. Будет высокий уровень счастья, будет высокий уровень смелости. Будет высокий уровень смелости, вообще о страхах не будете думать. Понятное дело, что страхи у каждого свои. Кто-то мышей боится, кто-то пауков, кто-то высокой высоты, а кто-то, я не знаю, какой-то ерунды в мировой политике. Ну, что же делать. Но природа страхов, она практически одинаковая. Просто надо понимать, как они… Кстати, знаете, можете просто… Ладно, сейчас я попробую что-то дать вам из тренинга. Если рассуждать логически. И если страх у нас в теле и страх в мыслях, то контролируя тело и контролируя мысли, мы как бы контролируем свой страх. И просто нужно найти способ, которым вы будете контролировать свои мысли. Логично же. И для этого нужно как минимум повысить такую вещь, как сосредоточенность. Средоточенность. Вот если вы средоточены на чем-то, у вас больше энергии. Если ваш фокус внимания разлетается в разные стороны, у вас меньше энергии. Ну, вот нужно повышать свою энергию. Будет много энергии, соответственно, вы можете себе позволить пойти навстречу любым страхам. Будете повышать свой оптимизм. Да вообще, это… Мне очень нравится афоризм, который я даже привел в книжке. Не знаю автора, к сожалению. Типа, сэр, нас окружили. Здорово, теперь мы можем держать оборону во всех направлениях. Всегда есть возможность найти что-то хорошее здесь и сейчас. А сегодня день, чтобы провести совершенный день. Вот какие-то такие установки себе бы нужно постоянно говорить. И поменьше смотреть масс-медиа. Наверное, так. Сейчас еще профессора Преображенского вспомним из «Собачьего сердца». Прочитание, не читание советских газет. Хороший же человек, герой. Да, масс-медиа, конечно, интересная такая штуковина. Столько там всего льется. Говорит, дурей не хочу, да? Ну, да. Не хочу и дуреешь все равно. Да, все равно дуреешь. Ладно. Ну, так или иначе все равно. Вот я слушаю тебя и думаю. Ну, вот ты сказал правильные вещи. Надо вот это не делать, надо вот это делать, надо вот это. Но ведь просто так словами, просто так словами передать, на мой взгляд, недостаточно. Иногда человеку необходимо это прочувствовать. Да. Как это прочувствовать можно? Как человеку это можно закрепить, чтобы он выработал такой условный рефлекс, жить без страха и начинал это все делать? Вот какие упражнения есть простые, чтобы можно было сказать, вот давай с сегодняшнего дня, с сегодняшнего вечера, с сегодняшнего утра, не откладывая на завтра, вот прямо сейчас раз и начну делать. А потом уже детьми займусь, еще кем-то. Я понял. У меня очень искушение. Прекламирую здесь свои тренинги, где мы это все делаем. И там это можно сделать под контролем, да? А так, ну, вот себе можно спросить, а чего я боюсь? Как правило, то, что иногда мы боимся, не знаю, ну, позвонить какому-то человеку. В общем, большая часть страхов, которые у вас есть, они, ну, они просто решаемы. Ну, просто вот взять листочек бумажки и написать, а чего я боюсь. Вот реально. Как вариант, копию этого листочка можно просто взять и сжечь. Просто пусть они там сожженные. А можно каждый пункт, который вы боитесь, берете и, допустим, я боюсь мышей. Я не знаю, как вы, но моя мама боится мышей. Берем, заводим, ну, если не домашнюю мышь, то, по крайней мере, идем в зоопарк и общаемся с мышами. Конечно, сначала можно смотреть на мышей с расстояния, чтобы понять, а что это вот такое. Потом видишь, что они не очень похожи на крокодилов, которые питаются людьми. Ну, сделать шаг к этим мышам. Потом еще шаг. Потом погладить этих мышей, взять на руки. Кстати, с детками так можно работать. Они... Кто-то из детей напугался, может быть, в садике, может, еще где-то пауком каким-нибудь. И потом всю жизнь может бегать. Кто-то собаками. Кто-то еще чем-то. Вот способ лечения собачьего страха, ну, вообще идеален. Большинство собак довольно адекватны, скажем так. Ну, по крайней мере, у адекватных хозяев, адекватные собаки, как правило. Выйдите на улицу, найдите на ваш взгляд адекватного хозяина собаки, если ваш ребенок боится собаки. И вот просто с ним договоритесь. А вот я вот хочу с собакой познакомить свое детеныши. Я думаю, адекватный человек согласится и уделит вам какое-то время для того, чтобы можно было потрогать пушистые уши там или длинные лапы. Общаясь ребенок с собакой. Вот я сколько раз наблюдал за это. Вот мы когда гуляем с моей пожилой старушкой. И детишки некоторые шарахаются или что-то такое. Ну, мы потом общаемся. И дети потом улыбаются, встречая нас на улице. И одним страха меньше. Это вообще такая штуковина. Если что-то боитесь, сделайте это. Единственное, что к разуму надо подходить. Если вы боитесь упасть с девятого этажа, я вам точно не посоветую падать с девятого этажа. Потому что есть способы выжить. Я слышал, что дети и алкоголики в состоянии подпития с высоких этажей падают благоприятно. Но я не думаю, что так стоит рисковать. Я думаю, что это все-таки заблуждение. У меня было в жизни несколько людей, алкоголиков, которые падали и разбивались. Даже не с девятого, а с пятого, четвертого этажа. Так что, скорее всего, это просто-напросто придумка. С пятого разбиться легче, кстати. Они же как кошки. Они же выпрямляются к падению с девятого этажа, а с пятого еще не успевают. Это такая история есть. Ну вот и все-таки любая возможность шагнуть навстречу страху, если выработать себе такую. Во-первых, жить становится интереснее. Ведь страхи – это то, что нас сжимает, то, что нас держит в каком-то напряжении. А тут вы делаете шаг навстречу страху. А раз напряжение уходит и появляется энергия, вы себя ощущаете – вау! Второй, третий. И что-то щелкает со временем. И какая-то новая тропинка в вашей жизни протаптывается. И по этой тропинке можно ходить с гордо поднятой головой. И вот с улыбкой, с улыбкой. Кстати, мне нравится способ работы со страхами, когда мы начинаем вести себя как смелые люди. То есть понаблюдайте за смелыми людьми, как они держат плечи, как они держат нос. Иногда можно одеть костюм смелого человека. Ну, как вот ребенку мы одеваем костюм льва. И немножко поиграть в эту игру и что-то почувствовать. Когда вы почувствуете состояние смелости, оно, на мой взгляд, дорого стоит. И потом как-то легче объяснить, что это такое деткам с вами. А вообще легче, легче. Вот, мне кажется, большая часть людей в нашей стране относится с некоторым, с какой-то тяжестью, что ли, к жизненным трудностям. А может быть, я сам такое не знаю, может быть, поэтому я это вижу. Но, может быть, так и на самом деле есть. Вот так, Алексей. Да, да. Но, в общем, все равно, в любом случае, конечно, ты рассказываешь, что это интересно. Сказал, так все просто, на первый взгляд, задумался, исправил. Но, так видится мне, что не так все на самом деле просто. Человек должен обладать ощущением видовства, понимания, знания, желания и видения результата. Вот только в этом случае он может что-то начинать делать самостоятельно. Во всех остальных случаях придется идти к тебе на курсы или на курсы похожие какие-то. Да, да, да. Ну, что делать, если мы по жизни несемся, как ядры, запущенные из пушки. Если вас направили верно, вам, типа, больше везет, менее верно, меньше везет. Но, тем не менее, лишний раз подумать, задать себе вопрос, как, что и почему, не каждый далеко задает себе эти вопросы. Причем я обращал внимание, что это на разных уровнях социальной иерархии сейчас происходит. И простые люди, облеченные какой-то властью, они просто на других рельсах, но они тоже несутся в каком-то ритме, которые мешают иногда остановиться просто и задать в вопросах, кто я, куда я иду и не знаю, куда я хочу прийти. А если мы видим цель свою, и, кстати, вот одно из лекарств от страха, это, наверное, видеть свою цель и научиться ее постоянно видеть, помнить и идти к ней. Тогда как-то и страхи, они часто растворяются. Не могу сказать по поводу страхов во время Великой Отечественной войны. Вот я встречал информацию, что во время Великой Отечественной войны простудных заболеваний не было. Это тоже связано со страхами в какой-то степени. Потому что была цель, была цель победить, защитить Родину. И вот люди как-то акцентировались именно на этой цели, а не на болячках. Хотя страшно-то было, снаряды там разрывались, люди гибли рядом. Ну, я могу сказать, что страхов не было вообще, но как-то, наверное, не до того было. Вернее, простуд было меньше, но как-то, наверное, все равно болели. Просто как-то это на второй план уходило. Ну, простудился, простудился, в атаку поднялся, рванулся. Главное, цель. Цель какая? Вот Родину защитить, отбить высотку, взять город, не допустить прорыва и так далее. Поэтому какая цель? В принципе, такие результаты действий. Здесь с тобой согласен. Ну, вот, опять же, очень много, ты говоришь, таких вещей, которые вот просто кажутся, просто кажутся. Но вот так вот взять и начать делать, наверное, не каждый сможет. Цель. А что за цель? А какая цель? Вот какая цель главная? Какие второстепенные? Ты как это пытаешься людям рассказать? Вообще пытаешься ли об этом рассказывать? Ну, да, мы с этим работаем. И я вот, допустим, когда тренинг веду, с этого начинается. То есть, вообще ради чего? Ради чего ты делаешь? И мы понимаем, что страх это то, что мешает цели. И сейчас минутку, мне из Москвы звонок, что-то видимо срочное. Алло, алло, я перезвоню, хорошо? Софика сейчас собака выгуливается с Женечкой, а я, соответственно, веду радиоэфир. Она тебе перезвонит буквально через... Ну, Женя, сейчас тебе тоже... Нин, я сейчас вот в эфире. Ну, хочешь в 10 мы позвоним тебе, во сколько удобно? Мы сейчас будем укладывать. Извини, пожалуйста, я сейчас не могу разговаривать. Извините, пожалуйста. Угу. О чем мы сейчас говорили, Алексей? Напомни, пожалуйста. Ну, как определить-то самую главную цель жизни? Ведь когда бой, понятно, вон там враг, туда надо добежать, там надо застрелить, лопаткой по башке дать. Здесь надо закопаться, здесь надо выстрелить и так далее. А в мирной жизни как? Как найти ту самую главную цель? Что ты советуешь? Что я советую? Хороший ты мне вопрос задаешь. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда... Ну, приходится сейчас сталкиваться с ситуацией, когда вещи, к которым мы идем, это вещи, навязанные нам кем-то, чем-то и вот как-то это... Ну, большая часть вещей, которые мы делаем, это программа, которая извне, ну, как вирусы на нас насажена. У нас есть вариант, как бы дальше продолжать вот по такой траектории, как когда-то мы были запущены идти. Есть вариант сделать шаг к себе навстречу и куда-то пойти как-то по-другому. Но это дорога, которая занимает какое-то время, ну, наверное, без гарантии на быстрый результат. При этом в будущем она может привести вас к настоящему такому подлинному счастью, и у вас, наверное, не будет вопросов по поводу цели, которые вы как-то себе, что ли, не можете найти. У меня цель, я долго формировал свою цель, я думал, цель же, это простая фишка, она должна быть, во-первых, измеряема, и, во-вторых, понятно. И вот когда я свою цель определил, мне как-то стало легче, и доносить людям другим стало тоже легче. Ну, в общем, определите свою цель. Как-то так, Алексей. Опять, хорошее слово. Определите свою цель. Вот как бы ее определить-то? Вот часто ко мне люди обращаются. Как определить свою цель? Мне приходится с людьми общаться, рассчитывать, разговаривать. Вот к тебе же также, наверное, обращаются люди. Как определить свою цель жизни? Понять, кто ты такой, для чего ты здесь? Ведь если ты это не понимаешь, то в этом случае тогда говорить о каких-то более серьезных делах, о чем-то более серьезном, наверное, очень проблематично. Люди же будут не понимать, для чего они вообще здесь существуют. Не будут понимать, кто они в этой жизни. А раз так, то в этом случае что ты им можешь посоветовать? Для начала надо понять самая база. Ну, то есть, к примеру, ты кирпичик или ты мастерок? Ты мастер или ты подмастерий? Ты архитектор или ты программист? Ты пила или ты топор, к примеру? Вот если этого не поймешь, то в этом случае получится и, например, пила боится, что у нее зубики затупятся, и она боится это делать, но может себе при этом представлять топором. Ну и как ты пиле, который себе представляет топором, что-то посоветуешь? Она же должна для начала понять, что она пила, исходя из этого объяснить, что пилить, что не пилить, как зубики заточить в случае чего, ну и так далее. Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Хотя мне, с одной стороны, нравится твоя такая по поводу пилы. И, с другой стороны, я очень надеюсь, что у людей как-то чуть-чуть больше выбора. То есть не то, что они вот обязательно пила или там обязательно вот чего-то там еще. А вот, может быть, они все-таки вот такие вот, блин, такие настоящие люди, которые имеют выбор. Да не факт, не факт. У нас очень часто люди не отталкиваются от своего предназначения, не желают понять себя, кто я в этой жизни и что в этом случае мне нужно делать, учитывая свою комплекцию физиологическую, учитывая свои какие-то мыслительные особенности, какие-то реакции на возбуждение и так далее. Они просто смотрят какой-нибудь «Дом-2» или что-то еще и видят, как там все хорошо, как там замечательно, ой, прям такие все симпатюшки, ой, прям на такие все вот это. И как, ой, и они там отдыхают, ай-яй-яй-яй-яй. И вот они начинают на себя примеривать те образы, которые они увидели в глядцевых журналах, по телевизору, в каких-нибудь видеофильмах, кино. Вот. Так приходишь к какому-нибудь задохлику, а у него все стены там, например, «Ван Дамм» висит или «Шварценеггер». И вот он себе представляет, какой он там «Ван Дамм», «Шварценеггер», а при этом, ну, ботан ботаном. Он там даже стакан с усилием поднимает. Вот. И, ну, что здесь сказать-то? Вот это как раз тот случай, когда он не понимает свое призначение. Может быть, он был бы круче и «Шварценеггера», и «Ван Дамма», если бы занимался тем, что ему по жизни предусмотрено. А если он хочет стать такими, как они, но при этом не имея вообще никаких физических особенностей, вот именно в этом направлении, ну, тогда что он сделает? Тогда он и будет все время подражать, подражать, его жизнь пройдет мимо, вот как проходящее звено человечества. Ну, да, сейчас мозги так или иначе промываются довольно хорошо, мощно различными промывателями, и Голливуд в этом плане хорош. Там действительно такие герои, которые все побеждают, есть искушение стать похожими на них. Но, да, с другой стороны, у каждого свой путь, и, ну, на мой взгляд, это не путь подражания. Другой стороны, знаете, вот я сколько раз сталкивался с тем, что человек, начиная кому-то подражать, находил какой-то свой путь. Если, знаете, не находишь свой путь, наверное, правильнее присоединиться к какому-то пути, который тебе нравится, и идти туда. Это тоже одна из таких рекомендаций. Если не имеешь свою приверженность, свое желание куда-то двигаться, ну, наверное, найди человека, у которого она есть, и вот с этим человеком по жизни, как вариант. Ну, понятно, понятно. Но все равно, на мой взгляд, несколько обтекаемо все-таки, потому что здесь нужно людям какую-то давать конкретную рекомендацию. Вот для того, чтобы понять свое предназначение в жизни, необходимо обратить внимание вот на это, вот на это и вот на это. То есть, если ты обращаешь на свою физиологию, на свои какие-то там мыслительные действия, как у тебя там мозг работает, не работает, на то, как воздействуют у тебя другие люди, значит, у тебя вот такой склад характера. Тебе свойственно вот это. Тебе лучше заниматься вот этим. Ну, хотя бы, хотя бы. И тогда человек, он не будет брать вот это все, вагон и тележку прицепленную, а он будет брать только то, что ему необходимо для жизни. Его выбор сузится. Причем сузится не то, что ему запретили, а сузится потому, что он поймет, что все остальное не его, оно просто не нужно. И он будет заниматься своим делом, и он уже не будет отвлекаться на всякую ерунду. Он будет заниматься тем, что ему предназначено по жизни. И неужели вот это самое-самое неважное для кого-то, чтобы понять это и следовать этому. Поэтому я как-то надеюсь, что ты все-таки обратишь внимание, как людям понять, а чем заниматься в жизни. Вот какие-то есть особенности. Ты же наблюдал за людьми, за различными. Ты вот наблюдал за той же самой девочкой, которая два часа тебе говорила «все-все, готово», а потом поглубже забивалась на эту антресоль. И потом опять «да-да, готово», и опять туда поглубже залезала. И тебе уж пока на нее не гаркнуло, она, в общем-то, не слезла. Ты же наблюдал за людьми. Вот, может быть, есть какие-то особенности, которые ты скажешь. Вот для того, чтобы понять свое предназначение, все-таки лучше обратить внимание вот на это, на это и на это. Потому что все остальное вас уже в этой жизни, кроме вот этого, интересовать не должно вообще. Но оно будет вам мешать. Вы будете тратить свою жизнь непонятно на что. Ну, да. Когда мы тратим жизнь непонятно на что, мы и приходим непонятно куда. А проще всего мы не думать и тратить жизнь непонятно на что. Часто такие люди бывают. И чем старше они бывают, тем, когда они понимают, что они потратили жизнь непонятно на что. Но они громко плачут, рыдают или расстраиваются. Они говорят о том, что когда-то им кто-то сказал, что вот надо быть таким-то, но не важно. Потому что, допустим, им сказали, что они не должны стать медиком. И они становились медиком. Добивались каких-то высот в медицине, а хотели стать музыкантом. Девочка у меня одна такая была на тренинге. Пришла такая темная-темная. Ну, в смысле темная, не в смысле каких-то там, в смысле одежды. Темная и совершенно недоверие к миру. вся в черном одета. Готы какие-нибудь, да? Да, да. Что-то такое-то было. Ее тетку привела. И вот когда она... Мы говорим с ней о мечте. Она говорит, а я хочу стать певицей. Ну, это, говорит, недостижимая мечта. Я говорю, а почему недостижимая? Ну, мне все говорят недостижимая. Я говорю, а вот... Да мы подумаем с тобой вместе. А что вот можно сделать для того, чтобы... Прописали с ней. Она пришла через полгода. Мы проводили тренинг. Она к нам зашла в гости. Она уже была одета в такие светлые одежды. Прям приятно было смотреть. Она улыбалась по-другому. И подошла ко мне, поздоровалась, поблагодарила. Говорит, Андрей, вы знаете, я стал заниматься пением. Я пошла в эту студию песни и так далее. Для меня это было безумно приятно. И вот радостно наблюдать. Вопросы себе, что я хочу, они же, как правило, в детстве мы знаем на них ответы. Если сами не можете ответить, но сходите к специалисту хорошему, который поможет. Этот специалист может быть, не знаю, разной направленности. Я имею в виду, что это не обязательно психолог, тренер или кто-то еще. Это может быть просто разумный человек, который умеет задавать вопросы. Сейчас много людей, которые могут помочь вам задавать правильные вопросы. Задавая правильные вопросы, вы получаете правильные ответы. Задавая, получая правильные ответы, вы идете в правильном направлении. В правильном это смысле, которое вам по сердцу и мир гармонизирует. Я предлагаю прерваться на музыкальную паузу и после этого уже начать общаться с нашими радиослушателями и зрителями канала YouTube Народно Славянского радио. Те, которые пишут реплики и вопросы. Как ты на это смотришь? С радостью. С радостью. Ну, раз с радостью, давайте послушаем небольшую песню. Три минуты. И после этого вернемся в студию эфир. Сразу напоминаю, что в YouTube вы песню слышать, скорее всего, не будете. 15 августа 2017 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных, пятый день, месяца завершения, 7525 лета, 7 месяца. Что делать или как или не делать со страхами детей? Вот такой у нас замысловатый эфир получается. Пытаемся мы найти какие-то ответы на многие, на мой взгляд, жизненные вопросы. И к нам присоединились наши друзья из чата Народно Славянского радио и из чата нашего канала YouTube. Первый вопрос пришел от Солнца. Андрей Здравия. Моему младшему сыну 9 лет. Он очень стеснительный. Например, он стесняется сам купить что-то в магазине. То есть стесняется или боится подойти к продавцу и сказать, что ему нужно. Также он боится темноты и спит с включенным торшером. Как действовать в подобных ситуациях и помочь ребенку обрести уверенность в себе? Благодарю. Так. Ну вот стеснительность это такая вещь, которая вот тем же способом преодолевается, которым я рассказывал. То есть нужно просто помогать ребенку что-то делать. Вот если купить в магазине, да, стесняется сам. Ну может быть он какую-то вещь очень-очень хочет купить. Вот на эту вещь дайте ему денег, чтобы он сам подошел. Там, где мало народу, вот каких-то таких минимальных штучек. Проговори действительно, что нужно сказать продавцу. Говорите ребенку. Дорогой, вот скажи, подойди пожалуйста к тете и скажи ей, дайте мне пожалуйста бутылку молока. Или там дайте мне пожалуйста вон ту игрушку. Такого-то синего цвета, вот с такими-то лапами. А вот вам денюжка. Вот скажи, вот это вот она тебе даст. Хорошо, понял, понял. Повтори меня пожалуйста. Вот это понятно. Ну да, понятно. Единственное, что обязательно попробуй себя провести как взрослый человек. Взрослый человек подходит с выпрямленной спиночкой и с улыбкой. Если ребенок перед тем, как подойти к тому, что его пугает, выпрямится, улыбнется, ему станет легче. Это как в мультике, от улыбки стали всем светлее. И с этой улыбкой он уже может пойти туда и соответственно какие-то вещи сделать. Это по поводу первой части вопроса. Боится темноты и спецключенным торшером. Ну с одной стороны и пусть спецключенным торшером. С другой стороны можно, ну вот аналогию проведу. Просто поиграть. Когда мы учим детей плавать, один из страхов у детишек это именно погрузиться в воду. И вот там как под водой. И поэтому правильный тренер скорее всего сделает, возьмет за бортик и несколько раз заставит пускать большие пузыри. Ну нырнул, выдул, пузырики пошли, поднялись. Ребенок играя начинает пускать пузыри и не замечает как там много-много раз он опустится под воду. И вырабатывается, оказывается под воду нырять легко, оказывается это просто. Также можно вот, я думаю, я просто вот вслух рассуждаю, ну что бы я сделал. Может быть я поиграл в какую-то пещеру Али Бабы с одеялом там или с чего-то еще. А давай вот поиграем и на какое-то время в темноту. Потом интересно, если детишкам завязывать глазки и вот чтобы они на ощупь как-то что-то находили. Игра такая тоже есть. Детишки порой начинают чувствовать пространство каким-то образом и даже вот закрытыми глазками ощущать где, что и почему. Чувствуя пространство даже не на ощупь, а именно вот какие-то волны улавливая. Помочь ребенку обрести уверенность в себе. И да, вот и способ, который я рассказывал, сделать что-то, что вы не делали, но что он боится. То есть не обязательно вот на этом акцентироваться. Просто сделал что-то такое выдающееся. Похвалили его и сказали, ты знаешь, я думаю, ты сейчас и в магазине бы справился. Или ты сейчас бы вот и ночью, наверное, мог бы спать без этого. Смотри, как ты смело повел себя. Детки довольно пластичные. В возрасте 9 лет, ну в 9 лет тоже пластичные. Хотя раньше, наверное, легче бы. Ну где-то до 7 лет еще проще это скорректировать. Ну и в 9 лет можно. Ну то есть вот похвалили, отпустили. Похвалили, отпустили. Вот как-то так. На рынок ты уж напомнил мне это? Про ситуацию купить в магазине, да уж? Солнце, наверное, не напомнило. Приходит мальчик такой своеобразного вида с бидоном на рынок. Здравствуйте, тетенька, мне мама сказала купить у вас сметаны. Ну хорошо. Сколько там сметаны? Мама сказала килограмм. На куда мама сказала налить? Мама сказала в бидон. Ну то наливает. Да. Ну с тебя 20 рублей 50 копеек. Мама сказала деньги в бидоне. Да. Вот из этой же серии. Ну ладно. Идем дальше. Таруса. Реплика. Детские сады и школа. Заведение, где насаждают комплексы страхи нашим детям. Горе учителям много лепты вносят в этот процесс. Или ты выйдешь победителем из этой ситуации, или тебя загнобят. Что скажешь про детские сады и школы? Я согласен с этой репликой. Это может быть, но я бы не сказал, что там где насаждают. Все зависит от учителей, преподавателей, воспитателя. От директора. Вот прям так категорично я бы не заявлял. Я знаю много школ, в которых радостно, светло и здорово. Ну и есть школы, в которых не так. А насчет победителя. Горе учителя. Ну да. Если у нас есть учителя с большей приверженностью работающие, есть меньше приверженности. И хорошо, если вы найдете для своего ребенка учителя, который с большей приверженностью работает. С большей радостью. И с большим понятием, что такое страх. Так что со школами и детскими садами быть? Как еще взрываем, расставляем, переделываем? Ага. Нет, давай не будем экстремистские методы применять. Я считаю, что в любой даже очень хорошей школе есть учителя, которые не очень хорошие. И когда ищите учителя или воспитателя для своего ребенка, ищите именно учителя или воспитателя, а не школу. Вот так. Взрывать. Согласен, да. Взрывать не наш метод. Это так я просто провокацию решил устроить. Революцию сделал, бомбу взорвал, да. Не надо. Это уже было у нас в стране. Хватит. Ну, не колешься ты. Ладно, идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Андрей. Лично ты прививал своим чадом мировоззрение и мировосприятие славян. Я считаю, что сама концепция встраивания человека в единое звено с окружающим мира избавит юного человека от любых страхов. Да и сама система реинкарнации способствует этому. Какое твое мнение? Благодарю. Олег, вот сейчас я сталкиваюсь с разными взглядами на мировоззрение и мировосприятие славян. И более того, вот недавно книжку перечитывал «Бизнес с русскими» или «Без». Никита Бутаму написал. Это руководитель полярной экспедиции российской русского географического общества. Интересная там штука. И там даже вопрос задается, русские не славяне. Я, может быть, революционно говорю, и все-таки вот сейчас настолько, на мой взгляд, затерто мировосприятие, мировощущение славян, русских и так далее. Но что мне иногда страшно становится. Вот на днях я был на этом же фестивале, назывался «Свет мира», который я в прошлый раз упоминал. Мы там, в частности, делали тестирование по поводу работы мозга. И вот некоторые славяне, которые подавали себя очень, или там мастера, которые подавали себя очень такими продвинутыми мастерами, которые знают все концепции, показывали такие тесты, что я бы их вообще к деткам не подпустил. И ко взрослым, наверное, тоже. И все-таки я прививал, если я что-то прививал своим чадом, умение задавать вопросы и любовь к этой земле и к людям, которые живут, наверное, вот так. Конкретно мировосприятие славян, но мне сложно сейчас ответить на этот вопрос. А по поводу концепции встраивания человека в единое звено, как бы это ни звучало, это вот то, что я прививал конкретно. И систему реинкарнации. Ну да, система реинкарнации более чем позволяет легче относиться к страхам. С другой стороны, она иногда и тормозит, типа, ну а что там, в этой жизни не сделал, ну в следующей сделаю, ну а в следующей не сделал, еще сделаю. Это тоже такой момент, который помогает иногда, ну скажем так, отмазываться. Ну как-то вот, наверное, вот такое мое мнение. Хотя вот, читая текст Олега, я чувствую, что мы как-то вот с ним все настроены, как ни странно. Ну, я благодарю за вопрос. Это какие же интересные тесты ты делал, что такие ужасные там показатели были? Знаешь, тесты можно делать разные. Мы, в частности, там работали с этими биолокацией. Ну там можно размер поля там сказать, или там где там что-то там болит у человека. А есть просто тесты на рисование. Там человек рисует по фону какую-то штуковину. И довольно быстро, можно сказать, там буквально 15-20 минут занимает рисунок. И можно вот первичную диагностику провести. И вот мне понравилось, точнее, то, что понравилось, удивило, то, что там много людей с отклонениями было. Вплоть до, ну я не психиатр, не могу диагностировать какие-то глубокие психологические или там психиатрические диагнозы ставить. Ну явно, когда человек вообще не в адеквате, вот там такие люди приезжают. Хотя очень много светлых и замечательных людей есть, что мне тоже понравилось. Жуткие вещи, рассказывайте, Андрей Александрович, жуткие вещи. Спасибо, товарищ Орлов. Это прям как из Прысковской к нам недавно приходил некрозоупедофил. Дохлых маленьких зверушек он с собой приносил. Вот из этой же серии. Вроде славянский вид, да? А там у него в карманах понатыкло черзнать чего, и делает он не пойми что. Ну и как с этими друзьями-то быть? Вот ты рассказал, ты сказал, нет, ты сказал А, вот теперь давай Б. Как определить вот этих вот добрых ребят, которые к детям на пушечный выстрел нельзя подводить, пускай он даже весь там в каких-то рубахах с вышивками и так далее. Вот это меня очень сильно волнует, серьезно. Меня тоже очень сильно это волнует, потому что вот ребята как раз на фестивале именно были с рубашками из льна, с натуральной вышивкой и все такое. Они подходят такие все, а я вот уже их, я не знаю, на расстоянии чую, я не знаю, как это сказать. Ну вот, чувство. И а тут они пришли на мастер-класс, мы с ними поговорили, то есть все, пятое-десятое, причем они там сами мероприятия какие-то вели. Это они это тестирование сделали. И вот он подходит, один из мужиков ко мне, таких мистиков, этих мировоззренческих. И я говорю, ну, если ты как бы ведешь, ты же знаешь, что тебе сейчас, наверное, спать не очень комфортно. Вот что-то такое приходит, он говорит, ну да, да, все такое, но я борюсь с этим, я все такое, я сам это запустил. Ну, я знаю, что оправдать-то себе можно всегда с разных точек зрения, но картинки показывают не очень прикольные. А по поводу, как определить воспитателя, ну, тут свое сердце, если открыто, ну, подходите, проверяйте. А даже если свое сердце сказала да, ну, может быть, иногда еще проверить информацию, ну, отзывы собрать. Как не посмотреть вообще, кстати, даже, наверное, не отзывы собрать, а просто попросить разрешения там поприсутствовать на занятиях и посмотреть, как преподаватель ведет себя в ситуациях, когда спокойствие не скроешь за первичной маской. Ну, не знаю, там, ребенок аквариум разбил или еще что-нибудь в классе сделал. Ну, вот в этих случаях проявляются, насколько учителя могут страхи свои держать и стоит ли своего ребенка туда отдавать. Ну, вот здесь реплика такая мне понравилась. Да их по ауре видно, если, конечно, свою почистил. Точнее, если, конечно, свою почистил. Конечно, конечно. Вот если как раз, если видишь ауры и там все такое, да и вообще не вопрос. То есть, ну, если каким механизмом вы можете пользоваться, тем и пользуйтесь. Неважно, это механизм там видения ауры, лазоходства, что там еще там. В воображении можно пользоваться. Просто задать себе вопрос. Если у вас чистая аура, ночью задаете себе вопрос вечером. Стоит вот к этому учителю идти? Ну, и там, что будет, если я пойду? Ну, и приходит фильм, в котором все написано, сказано, и уже понятно, не идти к этому учителю или не идти. Ну, вот, видишь, практически совет пошел. Хорошо. А то и думаю, ну, как же все-таки людей-то от этих вот, так сказать, отвести в сторону? Ну, ладно. Виталий Микеров, реплика в эфир. Во время Великой Отечественной войны люди думали, как выжить в этой войне. Им было не до страха. Им важно было освободить земли от агрессивных захватчиков, напавших на родную страну. Я об этом же. Таруса, реплика. Моя мама с 15 лет была на самом передовой в качестве операционной сестры. Она как на фронте не пила, так и в жизни вообще в рот не брала эту гадость. Ну, логично. Голос. Опять же, это будет закладывание что-то в этом возрасте и потом на всю жизнь идет. С одной стороны, это хорошо, если это заложено хорошее. А если это заложено какое-то, ну, скажем, не очень хорошее. И мы, продолжая ходить по этим рельсам, которые заложили нас родители, можем, соответственно, прийти не туда, куда могли бы. Да, но самое главное здесь учитывать, что ваш пример, он будет откладываться в жизни человека и будет влиять на жизнь человека. К примеру, многие не подозревают о том, что все, что видит маленький ребенок, это закладывается в него на всю жизнь. Вот вообще все. Вот он сидит, например, на стульчике перед столом праздничным, и люди поднимают фужеры, наливают вино, там всякую дрянь вот этого, и пахнет этим спиртом, спиртяры несет. У него запечатляется это все, запечатляется. И потом он в такой же ситуации где-нибудь, не будет себе представлять уже праздника без этого пойла. Вот. И вчера мне удалось побывать на одном дне рождения, юбилея, и там был как раз такой дяденька, который очень сильно возмутился. А почему не поставили выпить-то? И сел маленькая девочка там, которая годик с небольшим, она наблюдала за этим всем. И никто не пьянствовал, у всех была там налита сок, вода, ну какая-то, может быть, там газирована вот эта природная вода, без какой-то там химии и ерунды. И он все равно возмущался, для него это было непонятно. Как же так, как же так, тут юбилей, а я ничего не в одном глазу, это что ж, праздник-то с Марку, что ли? Но самое-то интересное, что там несколько часов мы-то сидели, разговаривали, он больше об этом не вспоминал. То есть он трезво рассуждал, трезво что-то говорил, и было о чем с ним поговорить. Вот я не знаю, если у него это отложится, было бы здорово, что можно и без этой дряни. В принципе-то хорошо проводить время, и тем более какие-то праздники. Ну да. Так, голос, вопрос в эфир. Цель жизни и смысл жизни. В чем разница? Что страшно утратить? Смысл жизни и цель жизни. Что страшно? Все зависит от ваших стереотипов. Это вам, наверное, и страшно. По сути, человек может жить как без цели, так без смысла, и просто радоваться текущему моменту. Может быть, цель жизни – это само путешествие по жизни. Я не знаю, что страшно утратить. А в чем разница между целью жизни, смыслом жизни? Ну, цель и смысл. В чем разница между этими словами? Это ты меня спрашиваешь? Или сам себе вопрос слух? Я сам себе такие глубокие вопросы, наверное, не отвечу слушателям. И я вот хотел тебя спросить об этом, потому что, на мой взгляд, ты каким-то чудом можешь формировать на такие вопросы очень разумные ответы. Чему я очень благодарен. Ну да, побей меня еще ногами. Хорошо. Значит, цель жизни – это то, к чему необходимо стремиться. А смысл жизни подразумевает то, для чего ты вообще живешь. Цели жизни могут быть единая какая-то цель, главная. А цели жизни могут быть еще промежуточные. Вот поэтому, если ты знаешь смысл жизни, что в этой жизни необходимо достичь вон той цели, стать вот таким, и ты ощущаешь себя полноценным человеком, который достигает что-то в этой жизни, познает что-то в этой жизни – это смысл жизни. А цель жизни – это или общая цель жизни, или какие-то маленькие. Вот сделал, например, маленький сожок, научился ходить в этой жизни. Ну, отлично. Но это же не цель жизни. Нет. Не смысл жизни. Но это маленькая цель. Потом пошел в первый класс. Цель какая? Научиться чему-то. Или пошел в какой-то кружок. Цель какая? Научить что-то. Но это все вкладывается в смысл жизни. Ради чего? Смысл осмысления жизни. А ради чего ты все делаешь? Кто ты такой в жизни? Зачем тебе это нужно делать? Если вот у тебя есть смысл жизни, основанный на понимании, кто ты в этой жизни, то тогда и выстраивается цель жизни. Цель жизни – главная и маленькие промежуточные цели. Поэтому цель жизни, смысл жизни – это не одно и то же. Ну, чем отличается, я на свою точку зрения озвучил. А что страшно утратить? Да страшно утратить все в этой жизни, что тебя ведет к божественному какому-то развитию, божественному росту. Вот это страшно утратить, если ты теряешь ощущение жизни. Зачем ты здесь находишься? Когда ты теряешь главную цель жизни, смысл жизни, и то и другое страшно. Не будет смысла жизни, любая цель для тебя будет недостижимой, или любая цель тебя будет вводить в сторону. То же самое, если ты неправильно выбираешь цель, то в случае означает, что у тебя есть смысл жизни, не совсем верный. Поэтому вопрос от голоса более риторический, мне кажется, и, на мой взгляд, он несколько непрактичный. Почему? Потому что, если, например, голос встретился со мной лично и сказал, Алексей, ты знаешь, вот я чувствую, что моя цель жизни вот такая. И вот из этого, из этого, из этого выстраивается мой смысл жизни. Вот тогда мы с голосом, наверное, поговорили, может быть, что-то подкорректировали, может быть, что-то там еще нашли. И он радостно, весел, пошел бы делать свои дела. А вот так просто цель жизни, смысл жизни, в чем разница, ну и что? Ну вот узнал, хорошо, узнал, дальше что? Дальше ничего, узнал о всем. Поэтому я прошу всегда наших радиослушателей и зрителей писать те вопросы, которые помогут человеку в этой жизни что-то понять, чего-то добиться. Если просто там рассказывать, а что там в Альфе Центавре вот на горе такой-то, такой-то, что там за камушек лежит, ну и что ты узнаешь об этом. Дальше что? Да я могу тебе что угодно говорить. Вот. Ну что изменить свою жизнь? Необъясняемо. Конечно. Я такой тут сказки расскажу, ты что? Заслушаюсь. Так что давайте все-таки цельные вопросы о цели жизни и смысле жизни, чтобы они вам помогали. Здравия, други. Вопрос в эфир. В самую тему. Для себя и детей. Геннадий Тверь. Как сманить домового на новое место жительства? Благодарю. Вот без комментариев. Я могу только сказать, что я слышал какие-то штуки там с тарелочкой, с молоком. Но просто не это. Вот. Так все просто. Если вы живете в деревне, нашли лапоть, положите лопоток, положите туда какие-нибудь вещи, которые вашему домовому нравились, закройте тряпочкой сверху. Скажите, дымовой, дымовой, поехали со мной. Ну, к примеру, там, да? Покормите его. Или возьмите лукошко какой-нибудь, тоже закройте сверху тряпочкой, положите вниз какие-нибудь мягкие вещицы, одеяльца, там, ну, что-нибудь, подушечку. Скажи, вот мы тебя везем на новое место, будет все хорошо, замечательно. Это уже по тому, как вы общаетесь с своим домовым. Если вот вы будете каждый раз смотреть какие-то рекомендации какого-то конкретного человека, ну, в этом случае тогда кто вы будете? А так вы общаетесь со своим домовым, раз уж вы хотите сманить его на новое место, значит, он у вас есть. А раз он у вас есть, значит, вы знаете, какой у него характер, что он делает. Ну, исходя из этого, примите какие-нибудь меры для того, чтобы он с вами переехал. Ну, расскажите ему, как там все здорово будет, как мы там будем тебя любить. Вот это вот все, создайте атмосферу радости, атмосферу желания, что вот оно вместе будет все здорово, отлично. А там дальше что у вас будет? Лопаток, корзинка, кастрюлька или там что-то еще. Ну, кастрюлька вряд ли, конечно. Это уже другое дело, это уже на ваше усмотрение. Ну, да, наверное. Мне нравится, кстати, твой подход в этом плане вообще. Это все равно, так и с людьми, собственно говоря, и с домовыми какая разница. Каждый человек индивидуален, как и каждый домовой. Конечно, он же живет в вашей семье, если вы хотите с собой его сманить на его место. Значит, вы знаете его характер, значит, вы знаете, на что он падок, что ему нравится, что ему не нравится, застенчивый он или активный слишком. Может, он вперед вас будет бежать, кто его знает. Дальше. Данил, вопрос в эфир. Здравия, ведущему сказителю. Андрей Александрович, какая практика ускорения и самоконтроля человека, по вашему мнению, имеет наиболее эффективное воздействие в достижении своей цели, в кавычках? Или же все очень индивидуально для каждого случая? Благодарю за ответ. Мне очень хочется сорваться на все, очень индивидуально для каждого случая. Практика самоуспокоения, как самоконтроля. Вот, давайте вот, знаете же, кстати, на мой взгляд, одни из самых хороших практик ускорения и самоконтроля, так или иначе, связанные с работой с дыханием. То есть, то, что у нас есть нос, у нас есть дыхание, процесс, который мы можем как-то контролировать. И для того, чтобы, допустим, успокоиться или привести себя в какое-то состояние такое более ровное, как вариант, можно просто перенести фокус внимания на свой носик, на свой нос и сделать несколько глубоких вдохов-выдохов в своем ритме совершенно, просто делая акцент на дыхание животом, при этом с вдохом, вдохом, это можно даже сейчас сделать, попробовать прикрыть глазки, но так, чтобы фокус внимания перевести внутрь. И с вдохом почувствовать прохладу на кончике носа, с выдохом тепло на кончике носа. И вот просто несколько раз делать вдох и выдох, концентрируясь на кончике носа, то есть, делаем вдох, ощущаем прохладу, делаем выдох, ощущаем тепло. И попробуем наблюдать паузы между вдохом и выдохом. То есть, делаем вдох, делаем паузу, чуть-чуть держим, но так, чтобы ощутимо делаем выдох, снова какая-то пауза. В эти паузы мысли как-то уравновешиваются. И работая с дыханием, многие вещи можно скорректировать. Мне кажется, это один из таких хороших способов самоуспокоения. Как вариант, нужно просто чуть-чуть потренироваться. Очень хорошо работает способ с образами. То есть, неважно, что вы там будете воображать, главное, чтобы этот образ был светлый. Образ с солнышком, как вариант, оно же светит, всегда радует нас. И для того, чтобы успокоиться, сосредоточились на картинке солнышка. Может быть, на картинке солнышка на море или солнышка в красивом месте. И вот уже с вдохом вдыхаем в себе силы, которые нам солнышко дарит. С выдохом, соответственно, выдыхаем. Ну, как вариант благодарности этому солнышку выдыхаем. Наверное, вот какие-то такие штуки я бы посоветовал в качестве универсальных. Они работают в большом количестве случаев, на мой взгляд. Хорошо, идем дальше. Медвед, реплика из Ютуба. Здесь главное подготовить чадо к выходу в социум и последующую адаптацию без ущерба талантам и воспитанию. Вот как мне хочется сказать, напишите вы русские слова. Социум, адаптация, талантам. Как бы было здорово, если бы русские люди писали по-русски. Хорошо. Что ты скажешь на эту реплику? Ну, если для медведа это главное, то это главное, не вопрос. У каждого, я допускаю, что у каждого есть свои цели и свои какие-то варианты главного. В общем, да. В общем, да. Дальше вопрос Андрею Геннадию из Твери. Видение, видение, аура, это интуитивно происходит? Или ты ее видишь? И как, так сказать, простых людей, у простых людей, скорее всего, это происходит? Благодарю за ответ. Я не понял вопрос. Ну, ты ауру видишь? Я не вижу ауру в качестве цветной какой-то картинки. Просто в качестве фона. Я обычно просто руками ощущаю, что где у человека болит, и как-то вот так вот. То есть для меня, скорее, я не могу видеть, если у меня открыты глазки, скорее просто по ощущениям от исходящей энергии с человеком работаю. Но я встречал людей, которые вот видят ауру и в цвете это видят. Как это происходит у них, это интуитивно или что-то еще, я не могу ответить. Ну, также есть люди, которые, например, слышат звук и сразу представляют себе цвет. Это у них так вырабатывается, что они начинают уже музыку писать, исходя не с того, что они слышат, а исходя из того, какие образы цветовые к ним приходят. Конечно, есть иногда такая ерунда, что сказать просто невозможно. Но иногда получается очень даже красиво и завидуешь таким людям. Вот это да! Человек не только слышит, он еще и видит цвета, и как все это гармонично получается. Я согласен. Хорошо. Александр Зачиер, реплика в эфир. Смысл бытия в раскрытии творческих способностей, наработка созидательного опыта. Вот такой смысл бытия у Александра Зачиера. Ну, достойный смысл бытия, почему нет, если для него это... По крайней мере, это когда мы раскрываем способности, ну... И уж точно я согласен с наработкой созидательного опыта. И когда мы нарабатываем какой-то опыт, неважно, какой опыт мы нарабатываем, если это не разрушительный какой-то, а вот именно что-то такое новое, это здорово. Вот прям смысл... Не могу назвать это прям смыслом, но, по крайней мере, это... Это расширение картинки, расширение картинки представления о мире, о себе. Я думаю, что это один из инструментариев, которые необходимо раскрыть в этой жизни. Но это не является еще самим смыслом жизни, как мне кажется. Без творческих способностей и наработки созидательного опыта, то есть дрессуры своего тела и правильных рефлексов условных, воспитать свое тело, чтобы оно подчинялось тебе, высшему я и божественному твоему промыслу, будет практически невозможно. А для этого телу необходимо дать почувствовать, как это здорово, когда оно творит, когда оно что-то создает, созидает. И вот на этой волне, играя со своим телом, как с маленьким ребенком, воспитывать его, подводить к каким-то новым уровням, давать новые цели. В конечном итоге ему очень будет нравиться это делать. То же самое, как многие себя приучают, например, к утренней гимнастике или зарядке. Вот когда-то ему это вообще было как-то так розово-фиолетово, поднять его с кровати в 6 утра или в 7 послать на улицу, бегать или что-то там делать, да невозможно. А потом, когда он своему телу это все рассказал, как это классно, как это здорово, попробовал вот эти нагрузки, и он понял, что это надо так делать. И это не просто надо, а это хочется делать. Это здорово. Вот здесь примерно то же самое. Раскрытие творческих способностей. Мозг, как управляющий телом, должен это почувствовать, что это классно, это здорово, этим надо заниматься. И все это становится на свои места. Хорошо. Так, Новоаганск. Вопрос в эфир. Если брать пример с воспитанием самураев, то есть ниндзя, их отношение к смерти и страхам, а именно, они как бы уже умерли и вообще ничего не страшно делать, а в нужных случаях они себя ощущают как совершенное оружие. Так, по их примеру, легче избавиться от своих страхов. Или нельзя умирать при жизни. Как ты думаешь? Мне нравится способ самурайский, что каждый самурай в любой момент времени готов к смерти. Я не так глубоко разбирался в кодексе самураев и в кодексе ниндзя и по поводу того, что они как бы уже умерли. Не могу сказать, прокомментировать. По поводу легче избавиться. Ну, а хочется спросить, а смысл в этом, в таком избавлении? То есть, если вам легче сказать себе, что я уже труп, если следовать этому вопросу, не знаю, как это на самом деле, и из-за этого типа ощущать себя смелее. Ну, не знаю, мне как-то это не очень близок. На мой взгляд, умирать при жизни – это вообще плохой тон. Лучше жить и радоваться этой жизнью, и радовать других людей. Тогда и страхов будет меньше. Фи, как вульгарно умирать при жизни, да? Да, вот ты тоже, хочу сказать. Да нет, я думаю, что это всё лишь навсего одна из техник, заточенная для некого сословия. Сословия людей, которые защитники, которые изначально были, сейчас уже кто угодно, самураем себя называет, которые изначально были защитники, делохранителями, которые вот этому посвящали всю свою жизнь. А раз ты посвящаешь всю свою жизнь, тебе не надо думать о чём-то другом. Ты думаешь о том, как выполнить это. И страх смерти, он уходит тогда, когда понимаешь, а если я уже умер, что мне бояться-то? Ну, меня невозможно убить. Это вот такие же практики существуют в различных школах, в том числе и в различных монастырях, когда человек уже себя представлял, что ему ничто не может навредить, потому что навредить просто уже нечему. И он тогда становился просто непробиваемый ножами, копьями, стеклом или чем-то ещё. У него стреляли из лука, да, у него стрела попадала, со стороны накачечника отлетала. Он гнул вот эти вот пики, например, или его рубили мечом, но при этом ничего не разрубалось. Вот. Так что в зависимости от того, что вы хотите в этой жизни, какое ваше предназначение, вот из этого необходимо исходить вообще под жизни. Если вы самурай, ну, замечательная практика, занимайтесь есть. А если вы обыкновенный человек, ну, зачем обыкновенному человеку жить в смерти? Вы следуете простому определению, что смерть наблюдаете вы в окружении, а своей смерти никогда не увидите. Вот и всё. И бояться смерти не надо. Смерть – это переход. Меня всё время удивляют различные умные дяди, которые имеют уже свои секты, которые серьёзно говорят о каком-то бессмертии. Говорю, ребята, успокойтесь, ну, что же вы так смерть-то боитесь? Ну, нет, мне ничего страшного в этой смерти. Вы живите как человек, делайте то, что вам следует делать. И тогда вы, прожив даже, может быть, небольшой участок жизни, возьмёте необходимый и пойдёте дальше. Ну, зачем же себя оставлять здесь на бесконечность пытаться? Всё равно вы смерть не победите. Всё равно в любом случае она придёт. Но вы же её будете бояться. А если вы понимаете, что смерть – это всего лишь на всё переходный этап, да вы её будете встречать как мать родную. Но это не означает, что вы должны бежать на девятый этаж и бросаться вниз головой. Нет. Это не означает, что вы должны кидаться под проезжающую машину или что-то ещё там делать. Нет. Не идёт речь о самоубийстве. Идёт речь о том, что вы должны понять, что есть смерть. И смерть наступает не поздно, не рано, наступает в тот момент, который необходим вам. Вы управляете своей смертью. А пытаться её избежать… Но это очередная секта, ребята, уж извините, пожалуйста, меня. И это очередная секта, замануха, которая уводит вас от смысла жизни. Вы говорите о чём угодно, но при этом вы, по сути, не живёте. Вы боитесь. Вы думаете о том, как уйти от смерти. Как мне прожить лишних сто лет, двести лет, триста? Прожили что? Лучше мир стал, что ли? Вы лучше стали. Вы же всё равно туда уйдёте. С вас будет спрос, что сделали-то? От смерти бегали? Или всё-таки делали что-то важное? Это очень, на мой взгляд, ощутимо, когда человек понимает основы этой жизни. И тогда для него нету смерти как таковой. Он её не боится. Он делает то, что необходимо в жизни. В жизни необходимо делать. Он это и делает. А не боится. Добавишь что-то хочешь? Нет, я заслушался. Даже тебя спасибо большое. Благодарю прямо очень. Так, сейчас ещё я проверю. Вот, подсолнце, как вариант, самурай, самура, я. Да, мы в одной из передач говорили, когда казаки там были, и какие-то там дяденьки у власти увидели, как они ловко орудуют саблей, как они уходят от выстрела и так далее. Они просто их попросили поделиться своим умением и приглашали к себе на службу. И вот было известно, что, кто-то говорит, даже сейчас это есть, что у японцев или каких-то таких высокопоставленных персон, которые там Китай, Япония, может быть, даже Корея, там вот как раз наши казаки, умеющие что-либо делать такое, что многим непонятно, они до сих пор там присутствуют. И вот как раз стиль самурая – это один из тех стилей, в который характерники или спасовцы хорошо показали. Но, кстати, известен такой случай, описанной в традиционной газете какой-то, когда стояли, наш разъезд стоял на границе, и вдруг из кустов вылез какой-то мужичок в черненьком, явно что не русского вида, и начал там что-то делать руками, кричать, киятом и прочее, прочее. После этого Ясаулу это надоело, он подошел, дал в ухо, тот упал и скончался. Так что самурая – это хорошая версия, да. Мне очень нравится. Непривычная очень, но вообще очень здоровская. Намного что непривычная, потому что наши мозги забиты другой информацией, говорят, ну что вы там придумываете, друзья, да весь мир, в котором вы живете, он кем-то придуман. Вопрос – он придуман вами? Он придуман вашими родами? Или он придуман кем-то иным? Что надо здесь разобраться? Если он придуман вами и вашими родами, вы живете так, как нужно вам и вашим родам. А если он придуман кем-то иным, то в этом случае он построен по желанию того, кто его придумывал, и кто вам в голову вбил, что ничего такого нет, вы никто, звать вас никак и так далее. Выходите из этого морока, хорош уже, что там. Лучше уж пускай эта сказка будет, да наша сказка, потому что чужих сказок огромное количество. И греческие вам предложат, и римские, и еврейские, и кого там еще, и других каких-то, и африканские даже сказки. Вот все. А русские сказки сведены до очень-очень примитивного уровня, где детям не рассказывают смысл, а там просто. Вот просто-просто разложено, сказано, ну так сказка ни о чем. Вот такие вот дурачки, славяне, русские, вот там говорили непонятно о чем, да и все. Вот это вот беда. Поэтому выходите из этого морока, они же это все придумали. Ну, значит, если они придумали, и мир существует по их придумке, так это означает, что надо свое придумать, и мир будет существовать по вашей придумке. Но эта же придумка будет ваша, она будет на созидание направлена, на то, чтобы вы взрастили себя, чтобы все стало лучше, так как вы это видите. Вот задумайтесь просто. И хорош там уже репу чесать. Давайте делать, как говорил прапорщик, да что думать, трясти надо. Вот пришло время уже трясти. Так, ну что, давай будем заканчивать сегодняшний наш с тобой эфир, который называется «Что делать или не делать со страхами детей». В заключение, давай что-нибудь такое расскажи, доброе, светлое, пожелаю нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube, Народного Славянского радио, чтобы душа-то развернулась, и сказали, ах, как хорошо жить на свете, как хорошо быть созидателем. Давай. Сегодня, делая зарядку, которую мы проводим с партнерами, у меня появилось такое упражнение, вот мы взяли себя, вот простучали, а потом себе сказали, ой, какой я молодец, вот какой я, какой я хороший. И вот, вот прям сейчас, вот возьмите, вот прям вот хорошенечко, если есть кого простучать, только любя, любя на него, вот прям хорошо так простучать, но нежно. Постучите, и погладьте этого человека, и скажите, ты молодец, и делаешь все хорошо. Мне кажется, поддерживая друг друга, мы быстрее придем к радости и счастью. Спасибо. Прием Кинг-Конга, так постучать себя, так ищем кучу. Да, прием Кинг-Конга. Слушай, я буду использовать, Алексей, с твоего позволения, вот это вот прием Кинг-Конга. я не жадный, я не жадный, бери на здоровье, главное, чтобы польза была. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, сегодня у нас по одному из современных календарей 15 августа 2017 года, вторник, по одному из старинных, пятый день месяца завершения 7525 лета, седьмица, что делать или не делать со страхами детей. Андрей Александрович Смирнов был у нас в живом эфире, в роли автора-сказителя, рассказал, на мой взгляд, довольно-таки интересные темы, которые можно брать на вооружение и для себя что-то там раскручивать. Вполне возможно, что ты знаешь, вполне возможно, в этом очень-очень много есть, да. Но если уж не справитесь, тогда обращайтесь напрямую к Андрею, я думаю, он вам поможет. Вот, я с вами прощаюсь, напоминаю, что с вами был Народное Славянское радио, Алексей Орлов, Андрей Смирнов. Услышимся и увидимся. Быть добру. Быть добру. Народное Славянское радио. Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова